Обновленная областная доска почета. На ней те, кто эффективно работает. Те, с кого надо брать пример. В числе лучших председатель Брестского городского совета ветеранов Мария Михайловна Гладун. И это именно тот случай, когда хочется сказать по труду и заслуги. Кажется, что копилка достижений Марии Михайловны должна быть солидной. Но председатель ветеранской организации честно признается, нет, награды ее не баловали. Очень неожиданно. Но, наверное, самое главное, что это очень высокая оценка работы городской ветеранской организации. Я очень благодарна руководству области, города, администрации района именно за высокую оценку работы городской ветеранской организации. Я твердо уверена в том, что один в поле не воин. Все решает команда. У нас в организационной структуре две районные ветеранские организации. Председатель Московской Леонов Николай Петрович и Ленинской Карпук Валентина Дмитриевна. Их роль огромна в работе нашей общественной организации. Конечно, роль первичных ветеранских организаций. У нас 44 тысячи ветеранов в городской организации. И они объединены в 228 первичных ветеранских организаций. Внимание Брестского городского ветеранского актива заострено на разных направлениях. Работе с подрастающим поколением, благоустройстве памятных мест, воинских захоронений. И, конечно, решении социальных вопросов тех, кого так часто называют «золотым фондом нации». Ветеранов Великой Отечественной войны и труда. В приоритете – забота о людях, пострадавших во время военных действий. Прежде всего, это внимание к ветеранам Великой Отечественной войны. Потому что из 44 тысяч ветеранов войны и труда в городе проживает 360 ветеранов Великой Отечественной войны и пострадавших от ее последствий. Прежде всего, они нуждаются во внимании, в заботе, в материальной поддержке. К счастью, ветераны Великой Отечественной войны, они сами об этом говорят, не нуждаются. А вот в моральной поддержке, в общении, да. Ветеранская организация работает в тесном взаимодействии с городским исполкомом, различными общественными организациями и объединениями, совместно решая насущные проблемы. Профсоюзы, БРСМ, Союз Женщин, Белая Русь, Фонд Мира, Красный Крест и другие. Мария Михайловна Гладун уверена, только вместе решаются поставленные задачи, а значит и победа общая. Вообще, 2020-й стал вызовом для всех, но ветеранская организация хорошо удерживается на плаву, жизнь продолжается. Надо обязательно реагировать на требования времени, обязательно. И вот, казалось бы, мы внедряли проект, это наша инициатива, их именами названы улицы Бреста. Когда в городском пассажирском транспорте звучит информация о героях Советского Союза, героях социалистического труда, о наших знаменитых земляках, мы внедрили первый этап проекта, потом второй, третий, сейчас 9 мая четвертый этап. И я уже думала на третьем, что мы, наверное, остановимся, четвертого не будет, но есть четвертый. Будут жить наши проекты, здесь живет ветеран «Спасибо за победу», они служили Отечеству, помнить о павших, заботиться о живых, в память о павших, во славу живых. То есть, вот те проекты, которые уже восприняты с положительной точки зрения, они тоже не могут прекратиться. Они будут жить и переходить из времени в новый период. И, конечно, будут еще что-то новенькое, о котором просто не могу пока сказать. Пусть это будет сюрпризом.